Ну что, теперь мы можем сказать, можем учить деток маленьких? Все могут? Думаем, что можем. Вы думаете, что может. На самом деле... Нужно видеокамеру поставить в всякий случай. Что-что? Нужно видеокамеру на всякий случай поставить. На всякий случай поставить, да? Вы понимаете, что это большая ответственность, да? Но и награда будет большая от Господа за то, что мы уделяем внимание. Есть еще различные идеи для уроков. Например, о дарах Духа Святого. Можно много коробок. Взять вот одну большую коробку, потом маленькую коробку, потом еще меньше. И вот эти вот дары можно также применить. Там всякие плоды нарисовать или картинки приклеить. И визуально, чем больше визуальности будет, тем лучше для детей воспринимать. И также важно, чтобы не сидеть на одном месте. Важно двигаться, важно сидеть, важно вставать. Потому что как только вы остановитесь на одном месте, если там очень маленькие, то они будут плакать. Если это взрослые, ну чуть-чуть, они тоже. Они тоже, если это чуть старше, то они будут задали вам вопрос, или они начнут друг с другом общаться. Поэтому чем эмоциональнее вы будете, и чем больше вы будете их заинтересовать, даже вопросы задавать. Правильно, что ты думаешь? Ты согласен? Да. Правильно. Значит, продолжаем дальше. И если вы видите, что бывает всякое с детками, ну кто-то заплакал, кто-то чувствует себя дискомфортно, мы останавливаемся, и все внимание идет, например, на Леночку. А Лена что-то там закапризничает. Я хочу к маме. Там, говорит, девочки, мальчики, давайте посмотрим на Лену. И давайте споем песенку Лене. И песенка такая. Ишуа, любит тебя, Леночка, любит тебя, Леночка. Давайте все споем. Ишуа, любит тебя, Леночка, любит тебя, Леночка. Господь спасил. И это Леночка от того, что все... А если эта Леночка плачет больше? Мальчики, девочки, давайте подойдем сюда поближе. Давайте возложим ручки, помолимся за Леночку. И Леночка от этого внимания, она просто под впечатлением. Работает. И, послушайте, молитва работает. Я вам говорю, что работает. И когда бывает уже истерически, когда уже детки плачут, когда уже вызывают родителей, потому что все, она не хочет успокаиваться. Но обычно, как правило, два учителя. Один основной, один помощник. И из такого расчета, что на пять деток один учитель. И не меньше, ну как, нельзя вот одного учителя на десять деток. Нельзя допускать, потому что невозможно. Чем больше, тем лучше. Допустим, а если уже 10-12, тогда уже 2-3. Один ведет, и можно даже разбить на несколько отрывков. Допустим, один поет, другой говорит историю, третий начинает шутки говорить или молиться. Давайте будем делать. Но распределяется на всех поровну. Поэтому я верю, что вы будете прекрасными служителями. Но также хочу сказать, что не у всех есть призвание учить, быть в детском служении. Что на самом деле это призвание, на самом деле это дар. Одни есть учителя, допустим, торы, да, или евангелисты. И к детям нужно особенный подход. На самом деле нужно любить детей. То, что мы вам говорили, то, что я говорила, что важно знать, как Бог смотрит на детей. Всем важно знать вот эту позицию Божью. И о том, что в мире существует почти 50% земного шара это дети. Я говорю о детях и подростках включают. И ответственность на взрослых очень большая, колоссальная. И чтобы мы уделяли внимание, что этот вопрос, он актуальный и даже кричащий во всем мире. И я знаю, что поэтому на Западе, слава Богу, оно приходит сюда тоже. Создаются такие центры, в основном это верующие люди, которые у основания этих истоков, которые предотвращают аборты. Они вот приходят, даже есть такие вот клиники, я знаю, на Западе. Ты бесплатно можешь прийти и взять тест. Из-за того, что это бесплатно, тебе не нужно покупать вот этот тест или не нужно идти к доктору, чтобы провериться. А идут в эти вот маленькие центры. И когда они узнают, первая реакция, если, допустим, приходят матеря, которые зачали или будут ждать детей, они обычно или плачут, но в основном они плачут, потому что они не ожидали. И тут же есть консультанты, и в основном они верующие люди. Я знаю, что уже в Европе это уже социальные работники, уже гуманистические страны такие вот. Они уже как бы, они предлагают, допустим, не делать аборты, а чтобы государство социально помогало. И говорят, им, короче, помогают, чтобы они справились, чтобы они даже как, если мама одна будет расти, как можно помочь, но чтобы не делать аборты. И поэтому есть очень много работы в Царстве Божьем, достижения детей. А теперь я хочу говорить немного о иудаизме, как иудаизм смотрит на воспитание детей. Юдаизм уделяет очень большое внимание на образование детей. И когда я говорю образование, что значит образование, рассматриваемое иудаизмом? Оно фактически незнакомо всем людям, потому что у евреев очень важно, чтобы человек был образован. Но как они смотрят на образование, это две разные точки зрения, как обычные люди смотрят, не евреи. Есть слово на еврите, образование означает хинух. Сейчас запишу. Хинух. Если бы у меня была... А, вот. Х. Сейчас, подождите. Это да. Это нет, это как выглядит хинух. 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 Но это не означает, что образование в светском понимании. Это относится к... В прямом смысле это означает посвящение. Посвящение. Относиться к обучению ребёнка для жизни, а не для сосуществования. Другими словами, что вот это слово, посвящение, посвятить себя для подготовки ребёнка в большую жизнь. Не просто, чтобы прожить, но чтобы он успешно прожил жизнь. Замечали вы когда-нибудь, что очень много евреев, а не музыканты? Это было одно из главных. Вот, допустим, на фоне всех обязательных уроков у них обязательно должна была быть музыка. Спорт не так уделялся вниманию, как музыка. Потому что это одно из основ. Это тоже относится к этому. Главные цели предусматривались в образовании еврейских детей. Это, первое, вложить моральные и этические ценности еврейского наследия. Второе, соблюдать заповеди Торы, митцвод. Третье, передача знания Торы, талмуда. Чтобы ребёнок знал основные еврейские источники. Раскрыть сильное определение личности, принадлежности еврейства и концепции еврейского народа. Третье, передача знания Торы, талмуда и основных еврейских источников. Например, Тора говорит это, талмуд говорит это. Танах, но Танах мы говорим, говорит об этом. И раскрыть сильное определение личности, принадлежности. Вот что, мы евреи, мы вот кто мы такие. И чтобы маленький ребёнок знал, что он уже еврей, я еврей. Вы знаете, я вчера зашла на детское служение, они готовились. И была такая атмосфера детская, хорошая. Я спросила о Песохе. Они мне наперебой начали рассказывать. Я говорю, вы в курсе, к чему мы готовились? Да, конечно. Они мне, я говорю, а что будет там? По традиции, знаете что? Там наперебой один, вот это будет, вот это, вот это. Я была под таким впечатлением, и очень-очень радостно было. Я говорю, слушайте, вы меня так радуете, что наши дети, если сделать экзамен между нашим детским служением и взгляд взрослыми, вы знаете, что наши дети, вот в определении личности, отождествления с еврейским народом, с традицией, то, что я вам сейчас сказала, наши дети, мы должны учиться у них. Серьёзно. Вот, Виталий согласен, потому что, и причём на еврите так чётко они произносят слова, что это наслаждение просто. Только когда важность приобретения знания к образованию придают огромное значение, другими словами, что в еврейских домах, они, когда придают значение образованию, для них важно, чтобы основа была. И когда вот эта основа, тогда родители помогают и в карьере, в выборе карьеры. Еврейские родители, которые оказывают заботу о детях, только в мирском образовании, они, которые не уделяют внимания торе, которые не уделяют внимания то, что я говорила, учения, заповедям торы, культура, отождествления, считается в иудаизме, что они практически не подготовили детей, потому что мирское образование, карьера, зарабатывание деньги — это всего лишь малая часть твоей жизни. И если те родители, которые не помогли детям состояться, утвердиться, кто они есть, то считается, что они неуспешны. Вы заметили, почему в бывшем Советском Союзе была разница большая, что были еврейские семьи, которые не учили, наоборот, даже они прятали свое еврейство, прятали отождествление с еврейским народом. Но с одной стороны, то, что дьявол пытался сделать худшее, это открыло двери для Евангелия, и они приняли Иешуа многие. И даже многие из них, которые уже стали христианами, они даже ничего не хотели слышать о еврействе, потому что для них важно, что Иешуа живет у них в сердце, и все. Но что Бог делает, интересно. Сейчас Бог открывает сердца людей, этих людей, чтобы они вернулись к еврейским корням. Почему? Потому что они хотят достигать еврейский народ. Как достигать еврейский народ, если не знать, что Тора и Талмуд говорят? Как достигать еврейский народ, если не знать традиции, если не знать раскрытия сильного определения личности еврейства и концепции своего еврейского народа? Это значит историю. И поэтому возвращение к корням идет, и когда мы делимся, тогда приходит успех. И современные родители, которые искренне несут эти цели, перечисленные выше, больше и больше, они уделяют большое значение Ишибам, они сдают в детские садики специально определенные, там, где учат еврейству, также школы образовательные. Например, у нас здесь, в Одессе, вы знаете, что есть еврейские школы, вот многие ходят в еврейскую школу. Также при еврейском центре есть различные кружки, и многие еврейские семьи, они придают это значение, и они платят, или там какую-то определенную цену для того, чтобы помимо детского сада, помимо школы, помимо всего, что светское образование они имеют, родители ведут и несут эту ответственность. Это я вам показываю на примере с юдаизма. Вот такие вещи, они происходят в местах, где идет положительная подготовка религиозного поведения и еврейского посвящения. Есть тенденции, это не как правило, но бывают такие случаи у некоторых евреев, где забота о воспитании в еврейском ключе меньше относится к девочкам, чем к мальчикам. Почему? Потому что от мальчика больше ожидается, чем от девочек. Но это всего лишь тенденции некоторых течений. Это не везде. Как правило, в основном относятся к девочкам так же само, как и к мальчикам. Потому что принято считать, что мальчики, они те, которые будут приносить хлеб домой. И поэтому к ним их нужно сильнее подготовить. А девочки, они в основном рожают и дома воспитывают детей. Поэтому вот такое отношение у некоторых. и в еврейской семье на женщине женщина несет ответственность за воспитание детей наравне с мужчиной. Вы знаете, что вот это откровение помогло мне вот в нашей семье. Что я когда поняла, что вот такой нужен подход иметь, что на мне такая же ответственность, как и на мужа, это мне настолько помогло, в плане того, что, знаете, вот как ты одеваешь эту мантию одежды, ответственности, и ты не ждешь, когда муж придет домой и, ну вот, давай, вот ты с ними Библию не читаешь, вот ты с ними не молишься. Опять-таки, в еврейской семье женщина несет полную ответственность за воспитание детей. И когда муж приходит, он тоже, но это получается, это, знаете, как один пойдет и будет поражать тысячу, а двое десятки тысяч, это получается согласие, это получается единство, полнота. И тогда, что получается, дети видят это, и они понимают, что мама с папой в одном духе, и поэтому будет сильная платформа. Еврейская женщина, она также призвана отвечать на вопросы своих детей, она призвана направлять и раскрывать следующее поколение. Особенно, если есть девушка, девочки в семье, это ответственность мамы подготовить ее к большой жизни. И если девушка, она не подготовлена, если ее не учили, мама не учила дома, то когда она вырастет, можно сказать, что она была неуспешна, потому что эта девочка не подготовлена, она будет неподготовлена в жизни. И иногда конфликты и проблемы приходят, когда неправильная подготовка идет девочек. Обязанности родителей, они, каждый родитель обязан обучать своих детей исполнять заповеди, митцвот относительно возраста. Потому что написано, в притчах написано, в притче 22.6 «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится, и когда и состарится». С того времени, как ребенок начал ходить при начале пути и понимать, это молиться, он будет идти и не уклониться. Важно, маленьких деток, вообще, если уже детки выросли, я считаю, что никогда не поздно на верстате упущенное, потому что Господь поможет, и он исцеляет сердца, и он залечивает раны. Но важно, если у кого есть детки, научить «Шма-Израэль», молитву на иврите, песни, потому что, опять-таки, в еврейских семьях с маленьких лет они поют «Шма-Израэль, Адонай-Елохейню, Адонай-Екхат, Барух-Шем-Кевот, Малху-То, Ле-Олам-Ва-Эд». Эти молитвы, так же самое, как и молиться за шабаты, праздновать, это относится к тому четвертому пункту, о котором мы говорили. Помните, да? определение отождествления еврейства и личности, кто-то есть в Боге. И молитвы на шаббат, и учить деток, и вот «Шма», так же праздники, когда приближаются праздники. Так же, вот, например, молитва на шаббат, там, барухатаду наилухенью малухалам, ашеркильчану бамитцвата витывану, лехадлик, нер шел шаббат. Это значит приглашение в шаббат. Шел шаббат. На каждый праздник вот это последнее слово, оно меняется. Например, шел песах, шел рошхашана, шел, это, ну, приглашать курием, да, и вот это настолько обогащает в доме жизнь, что для тех, кто не делают или имеет еврейские корни или нееврейские корни, но вы в мессианской общине, я вдохновляю вам начинать практиковать, потому что это настолько, это богатство семьи, и это богатство, богатство наследие. Я даже, наши детки, которые сейчас даже в штатах, говорят, зачем вы скучаете? Знаете, что они говорят, зачем скучать? Да, вот шаббат. Мы так давно шаббат не празднули, потому что, потому что, ну, вот так вот, другая культура, но они помнят и хотят, ну, просто суета-суету. учить шаббат шаббат не песни, есть песни. Мы с детства пели песню. Шаббат, шалом, шаббат, знаете, а потом, о, да, вину, хай, о, да, а потом, шаббиню, шалом, алейхим. Это мы пели, 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 и уже, когда стало им 18-19 лет, они говорят, ну, давай, хоть одну сократим, потому что это было, знаете, ну, а мы уже смеемся и мы говорим Tradition, Tradition. Понимаете, да? Никуда не уйдешь от традиции, потому что вот это, оно и богатство, это тождествление, слушай, поэтому они смиренно улыбаются, хорошо, Tradition, будем продолжать Tradition. Приводить регулярно в синагогу, это тоже часть установки. При этом есть условия, как детей в юдаизме приводят вообще в синагогу, при условии, что дети могут быть в синагоге тогда, когда родители могут контролировать своих детей. Но, тем не менее, неоправдательно, когда ребенок возрос, школьный возраст, и только тогда они начали его воспитывать, что это не оправдание, потому что потратить эти впечатлительные года ранние только на сказки, на истории, на песни, которые не имеют никаких долгих ценностей, это безответственность, а безответственно также глупо. И вот так вот рассматриваются, если, ну, человек идет, а дети где-то там, и только потом. Потому что встречаешь родителей, которые говорят 8-9 детей, говорят, что делать, у меня такие проблемы. И, я бы сказала, что мы впервые столкнулись с серьезными такими сложностями, когда детям уже было после 12 лет. Я впервые увидела, что они вот как бодаются, ну, дерутся вот так вот. Я раньше не видела, потому что, когда ты все время, ну, концентрируешь внимание на них, ты вот это вот стараешься избегать, или ты учишь и много учишь. Я иногда думала, и я так уставала от того, что я их учила, и серьезно вам говорила, потому что думал, когда-нибудь они вот это поймут или не поймут, вот так вот. А оказывается, есть определенные вещи, они не понимают. например, я спросила своего сына, слушай, а у тебя есть девушка? Он говорит, нету. А я говорю, а чего у тебя? Ну, а есть кто заинтересован там? Одного из сыновей спросила. А он говорит, ну, я же делаю, как ты меня учила. А я говорю, а чему я учила? Ну, ты сказала, что надо сначала работу, карьеру, а потом, чтобы, ну, чтобы не тратиться на этих девушках, если это не серьезно. Я говорю, я такое говорила? Какая ее молодость. на самом деле, я говорила, потому что, потому что, когда им нравились девочки, я говорила, говорю, послушай, ну, смотри, ну, тебе сейчас 14 лет, 15, ну, хорошо, ну, ты захочешь что-то пригласить ее в кино, да, хорошо, ну, пригласишь, а потом что? Дальше что? Пойдете вы еще куда-то, а потом что? Ну, ты скажешь, что она тебе нравится, ты скажешь ей, а дальше что? Я говорю, ты знаешь, что начал говорить с девочки, с позиции девочки, говорю, а девочки хотят больше и больше-то слышать, а ты один расскажешь, а потом второй расскажешь, а потом еще что-то больше. Я говорю, так сохрани свои чувства на потом. Так вот, он уже сохраняет, сохраняет, и я уже переживаю, что это самое, что, периодически спрашиваю, он говорит, мама, я делаю, как ты меня учила, и я думаю, и говорю, молюсь, Господь, пришли правильную в его жизнь. Может, он был один из 144-х, или девственных мальчиков, и тебя пишет. Да не знаю. В общем, ответственность родителей, которая обязывает учить детей Тори и наблюдать, чтобы их дети приняли формальное направление в еврейских, религиозных знаниях. Ответственность родителей, слышите, да, это можно отнести и к нам. И это является исполнение библейского понимания. Мы ответственны, как родители, давать образование. Образование в контексте подготовки к жизни. А подготовить к жизни — это платформа, Божья платформа установки. Это моральные ценности, это устои, то, что Тора Библия учит. И знать, кто я есть. И традиции, что помогает нашему обществу состояться, как общество. Откройте, пожалуйста, Второзаконие 11.9. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать. Только после, как я прочитаю. 11.9. И дабы вы жили много времени на той земле, которую Господь клялся отцам вашим дать. Им и семени их на земле, в которой течет молоко и мед. Слышите? Здесь есть благословение. Здесь конкретно благословение тем, кто будет учить детей. детей. Потому что Господь хочет дать отцам и семени, другими словами, и потомству Он хочет дать. Потому что Он клялся, чтобы молоко, дети течет, молоко и мед. Потому что земля, дети течет, молоко и мед, это говорит о благосостоянии, о процветании. Знаете, что я выросла в семье, нас было пятеро. И я помню, что родители достаточно строго нас воспитывали. И мы жили скромно. И у нас соседи были, смеялись. Я помню, с папой смеялись. Что ты? Михаил Давидович идешь, только детей рожаешь. А у них один-двое, в основном в нашем окружении не было много детей. А у нас это считалось очень большая многодетная семья. И говорит, ты посмотри, вот это же их надо накормить. Это же Советский Союз это был. Это же не сегодняшнее время, где можно купить одежду там или еще что-то. Но слава богу, у нас мама шила, поэтому мы были нормально одеты. Но я помню, как смеялись с папой, что тот, Миша, вот. И что получилось? Мы когда сейчас возвращались или смотрим в то место, где мы там жили, все бедно живут. Ну, эти неверующие люди, кто развелся, у кого дети там, непонятно где. И опять в соответствии смотрели, когда папа нас вел на собрание. И мы ужинали каждый вечер вместе. Мы не садились ужинать, пока папа не приедет. Когда мы видели, что папа идет, все, мы накрывали стол. И мы каждый вечер, ну, помимо там, когда служения были, он общался с нами. Вот это осталось в памяти. На выходных мы вместе, я помню, мы гуляли, мы ездили в зоопарк, мы ездили на всякие ярмарки, которые были, ну, в то время. И я понимаю, что вот это вложение, которое родители дали нам, мы очень много, я переняла от своих родителей, потому что мне это нравилось. И так же само у нас дома. Не всегда получалось все вместе кушать, но мы старались, это как традиция, потому что многие приходили, и когда видели, что мы все вместе, представьте, пятеро детей, мама, папа, и мы девочки, мы обслуживали. Я с 13 лет уже кушать варила для всей семьи, потому что, ну, мама работала, мама ушла с работы, работала дома, она шила дубленки, она была у нас очень, самый лучший мастер в городе, и мама обшивала только начальство. И что мы делали? Помимо школы, помимо всего, мы вот эти шкурки, вот она делала, мы эти шкурки по краям резали, и мама шила. Потом я кушать варила, моя старшая сестра была, отвечала за уборку. У нас были эти вот, каждый ребенок имел, у нас была таблица, кто что делал, и папа приходил и ставил оценки, и в конце недели он покупал торт, и кто, ну, по оценкам, кто лучше, больше всего баллов получал, то получал два кусочка. Вы понимаете, и я вот вижу, в то время, в советское время, люди, когда приходили, говорят, а что, у вас день рождения? Он говорит, нет, это наша семья. Я так понимаю, слушайте, я родилась в благословенной семье, почему? Потому что они знали Господа, и они передавали самое лучшее, и вот за это благодарность Богу, потому что, когда я потом делала исследование по юдаизму, фактически, вот эти основания, они были у нас в доме, и потом у нас были собрания детские, папа играл на баяне, и мы пели песни, и вот не поверите, вот в прошлый раз, когда мы поехали к папе, откуда ты, я не знаю, кассета, там, где мы поем в детстве, оказывается, я пела в пятилетном возрасте, я пела вместе со своими, и там так хорошо мой голос слышит, что я просто где вина была. Это родители, влияние родителей. Ни один родитель не должен быть удовлетворен только знанием слова, но обязан применять усилия предоставить детям качественное образование. Обязанность родителей предоставлять ребенку навыки и знания для того, чтобы он смог зарабатывать для себя в жизни, когда он вырастет. Например, Талмуд твердил так, отец обязан обучать сына ремеслу, и тот, кто этого не делает, добавляет, учит его воровать. Вот я поэтому благодарна Богу, что родители нас заставляли работать. Вот с маленьких лет, вот кухня была с 13 лет, моя, это моя обязанность, и можно сегодня сказать, она же девочка, она же маленькая, ну пусть она, да ничего страшного, обучить ее сегодня и завтра она будет служить, и будет успешно в доме. Я вам скажу больше, музыки меня не учили, я очень сильно хотела попасть в музыкальную школу, и я думаю, что потому что не было финансов пустить, но меня повели, я такой фурор дома устроила, что я так хочу в музыкальную школу, так хочу, меня мама повела, и оказывается, я на год позже пришла. Сказали, что у меня совершенно, я любила фортепиано, хотела на фортепиано играть, и экзамен сдала, но я сказали, что поздно, и что я не успею закончить. И я помню, я так плакала, я так плакала, и шла домой, и мама, мама извиняла, что так получилось. но меня взяли на аккордеон, сказали, что там 4 или 5 лет, короче, и я, я с таким недовольством пошла на этот аккордеон, и вы знаете, учитель приходил, мужчина, и он все время пьяный был, от него так пахло, и я поделилась маме, говорю, мама, я не хочу пойти, потому что от него дурно пахнет, ну, конечно, я, наверное, по-другому сказала, и моя мама пошла, пожаловалась, и вот что интересно, что, когда вот мои родители, они всегда за нас были, и вот что получилось, мои родители заказали самоучителей, у нас было столько самоучителей, и по гитаре, и по баяну, и по аккордеону, ну, конечно, мы пытались, но все-таки я верю, что нужно было, а? Учитель нужен был, и хотя брат мой на гитаре, играет старший, младший, ну, в основном, наши сестры поют, в общем, вот так вот. можно вопрос? Да. У меня такой вопрос, просто так, ну, проецирую на будущее семьи, как вы делали так, или делаете, чтобы все вовремя, в одно время собирались? Вот это я не знаю, то есть, ну, у вас, то есть, ну, либо вот у вас семья, как было, что отец сам вовремя приходил, то есть, стандартно, то есть, он не мог там поздно прийти, да, вы же его ждали, чтобы кушать, да, то есть, вы всегда вовремя все собирались? То есть, ну, такой вот у меня вопрос, как сделать, чтобы все семья вовремя всегда собиралась? Планирование. Ну, в основном, плюс-минус, я не говорю, что это будет все время, все время будет так, но по возможности, говорю, по максимуму выбрать. Например, если не ужин, значит, завтрак, да, но обычно ужин, это когда более-менее расслаблено, но стараться максимально ужинать вместе, если это возможно. и даже вот, даже вот сейчас, мы уже взрослые, и даже папа, когда приезжал, вот, или мы к гостям, и, допустим, мы ужинали отдельно, обязательно перед сном пьем чай, и это чай пить, это время общения, что очень важно не сам ужин, а важно время общения, или молиться вместе, или, допустим, никто не ложился спать самостоятельно, это корпоративная молитва, перед тем, как мы шли спать, или зачитывалось место писания, и молились, и все расходились, и так же само утром, утром, перед тем, как мы уходили в школу, завтракали, тоже молились, отправляли, благословляли детей в школу, и я помню, даже дети уходили, и мы благословляли, вот так молились, и молитва была такая, господь, благослови их на светское обучение, ну вот, дай им мудрости, познавать мудрости всего мира, потому что мудрости Божьи мы учим их, а мудрости мира мы отсылаем их учителям в школу, и благослови, и благослови их разум, чтобы мог принимать, дай им силы, чтобы они внимательно могли принимать, и чтобы бодрые были во время урока, да, и это самое, иногда бывало так, что, ну все, 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 детки, покушали, пошлите, они стоят возле двери, и, знаете, как эти маленькие, да, вот, голову подставляют, это значит, что нужно возложить руки и помолиться, и это вообще сильно, не запомнили, поэтому мы помним, да, что карьера, подготовка к жизненной карьере, зарабатывание, деньги важно, но это не самое важное в жизни, важно подготовить помимо карьеры, еще духовную основу, чтобы он мог жить, достойно жить, и ответственность также в юдаизме родителей, чтобы ребенок ни в коем случае не был грабителем или другим криминальным занятием, поэтому его нужно с детства, научить заниматься чем-то, и не ждать, что это будет делать общество, общество не заинтересовано, а только родители должны быть заинтересованы, одна из точек зрения, выражение в Талмуде говорит, что обязанность родителей обучать сына плавать, плавать, вот так же, как и музыке, так же самое плавать, почему, потому что разные времена могут прийти, и что, если нужно будет ему спасаться, чтобы он был подготовлен, если придет время, ему нужно будет спастись, даже самообороны, навыки, это тоже родители обучают, как нужно обороняться, если кто-то что-то придет, например, мы обучаем своих детей, если на улице подошел незнакомый дядя, что мы делаем, мы, и спрашивают, где ты живешь, и я незнакомым не говорю, вот мы обучаем, это тоже, это как самооборона, это мы предупреждаем, я помню, сдали мы детей на гимнастику, а потом мы их забрали, но получилось так, что там такая группа была, из-за того, что их возрастная категория, по годам они очень близкие, они попали в одну группу, и, конечно, старшему это мне нравилось, потому что младший был там, и один раз мы приходим, и нас тренер вызывает, и говорит, вы знаете, что ваши дети подрались, ваши дети побили одного мальчика, я говорю, как побили, но старший не трогал, это только средний и младший, и я, конечно, в шоке была, почему, потому что, и спрашиваю, что же произошло, детки, что же произошло, а вот они там бегали, тренировались, и кто-то, кто-то среднего толкнул, и он дал сдачи, а тот опять, младший, младший влез в драку, и младший побил того, и мы, конечно, это было и смешно, и едем домой, мы спрашиваем, слушайте, ну почему, почему, Рома, а ты почему, ты же старше, ты же это видел, опять-таки, мы его учили, он говорит, ну вы же учили, чтобы не драться, я говорю, так что ты не мог сказать, твоего брата же били, а он говорит, ну я подошел к нему, сказал, ну не надо трогать моего братика, а я говорю, а Джаш, ты что, он говорит, а он трогал моего маму, он бил моего братика, знаете, это вот, и вот тогда я помню, мы первый раз их учили, что если брата бьют, нужно давать сдачи, на полном серьезе, вот так вот, но не избивать, но если своего брата тронули, если он незаслуженно, но просто нужно уметь постоять, если твоего родного брата, значит, ну защити его, не допусти, чтобы его побили так сильно, чтобы ты потом сказала, мама сказала, не надо биться, не надо драться, это плохо, вот так, кстати, он даже и сейчас, старший сын, если что-то там происходит, он лучше не надо, не надо, лучше вот так вот, и младший до сих пор, он мистер справедливость, почему-то он хотел быть полицейским, шерифом, вот, никогда ребенок не должен бить, родитель не должен бить ребенка с жестокостью, даже тогда, когда наказание оправдывается, почему ладошки походят? Потому что ребенок должен знать, что руки, это руки только благословлять, но руки не используются, как орудия для избиения, потому что для них, допустим, если люди, родители, которые бьют руками, они только взмахнут рукой, и ребенок уже, это инструктивно, он уже боится движения руки, и для него это как орудие, что никогда не знаешь, откуда придет, поэтому нужно быть внимательным, чтобы не должно, помнить достоинство ребенка и возможную боль, которую мы можем причинить, и это будет травмировать ребенка, поэтому нужно обдумывать, использовать правильное наказание, что никогда в гневе ничего не нужно делать, к сведению, запрещено ребенку ударять взрослого, когда ребенок уже большой, нельзя, взрослый не определяется возрастом, но зрелостью, потому что есть причина верить, что ребенок может отреагировать, он может ударить назад, это опять-таки, помните, мы говорили, что кто может исследовать сердце, кто может знать сердце человека, это тайна, сердце человека тайна, и были два брата Каин и Авель, и что один был угоден Богу, а другой не угоден, но была одна мама и один папа, поэтому мы не знаем, как может отреагировать ребенок, необходимо дисциплинировать словесно, если уже ребенок взрослый, или отказывать в привилегиях, тот, кто бьет взрослого сына или дочь, нарушает библейское восприятие, ребенка взрослого взрослого взрослого, розгой, ну потому что ребенок до определенного возраста, обычно говорят, ну, сколько? Ну, я вам скажу, что оно больше работает, если словесно и с привилегиями, и на увещевание оно больше работает, потому что 17-летний, это уже не ребенок, он уже подросток, он уже, он уже, но это ваше решение, ну, если вы сейчас сядете с своей девочкой и поговорите с ней, вот именно об этом инциденте, если вы готовы услышать, что она считает, и вот, чтобы послужило, то, что я вам скажу, что практически не работает, оно еще больше бунт проявляется, вот когда идет, вот здесь вот, помните, мы говорили, что раны и обиды приходят, дети не обижаются, например, вот до бармицве или до батмицве, они не обижаются, потому что они понимают, они дети, это взрослые, но приходит момент, где они уже взрослеют, у них есть своя точка зрения, они умеют это выражать, и они могут быть непослушны, но тогда применяется другая форма дисциплины. Не то об этом говорите, а вот это все. То есть писание, это что не наши дети, всегда. У них не вине говорится, что вот сейчас мы перестали быть нашими. Накрабы сюда приходили к папе, взрослые были, сорокалетние там, он к папе пришли. Но видите, но мы опять-таки, мы не видим в Писании, где определяется, какой момент взрослый или какой момент ребенок. Я думаю, что от родителей зависит определять этот момент. Но я думаю, что быть чувствительным и с обществом, что общество определяет, вот какие вот ценности. У американцев, но у нас другая. То есть американцы знают, что вот за прошлого времени вышел люди отсюда, а в нашей традиции как детю всегда детю. Ну вот надо спросить моих детей, но я помню, что где-то 14 лет было им, 14, когда я последний раз, ну опять-таки, я вам говорила, как мы, объясняла сначала, потом ложись, и я буду ремнем, да? И они начали смеяться, и я поняла, что нет, не пойдет больше. И я начала смеяться, понимать? Хорошо, вы можете, потому что вы сильны, а если это жена, если это мама, а если это сыновья, оно не работает. Поэтому я определила, что все, после 14 у меня не работает. все, и работало, знаете, что у них были всякие, ну вот эти вот, музыка, потом игры, потом телефоны появились, и спокойно, не повышая голос, ребята, принесите все ваши, вот принеси, вот ты свой арсенал, ты свой, ты свой, принесите сюда, принесли. Я говорю, теперь у вас есть, например, там два часа на примирение, идите миритесь, и вы приходите, и вы мне говорите, что вы примирились. идут, приходят, нет, они не примирены, нет, вот он не хочет, ну нет, так нет. И только если хотите, если вы хотите, чтобы я вам помогла, я вам помогу, да, вот, потому что они же должны думать об этом, ну, как правило, это работает. Левитам, 9.14. А внутренности, ноги омыл, и сжога, сейчас что-то здесь, 19.14, я сказала, 19 или 9? Прошу прощения, 19. Не злословь глухого, и перед слепым не клади ничего, чтобы прикнуться ему, бойся, Господа, Бога твоего, я Господь ваш. Не обижай, там дальше с 13, не обижай ближнего твоего, и не грабительствуй, плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Здесь говорится о том, чтобы не кладить ничего, ничего не делать, чтобы не преткнуться. Это относится к детям, чтобы дети не преткнулись, да, чтобы ты меня вот так и так сделал со мной. Падение или преткновение относятся к моральному или религиозному падению. Что запрещает давать повод или провоцировать других. Запрещено родителям быть чувствительными и требующим уважения к себе, связанным, когда они стали причиной преткновения. Если дети увидели, что родители неправильно себя повели, или увидели, что они разгневались, или они повысили тон, или там в гневе, и тут они сразу приключаются на детях и требуют уважения по отношению к делу, потому что я так сказал, то опять-таки в этом случае родители становятся камнем преткновениям. Дети это помнят, и у них уже автоматически строится стена, как щит. И мало-помалу, если эти вопросы нерешенные, тогда приходит горечь, обида сначала, горечь. Мы неоднократно, вот были у нас моменты в жизни, где мы с ребятами сидели, мы откровенно говорили, скажите, помните ли вы что-нибудь, где мы сделали вам больно, или где мы вас неправильно наказывали? И вы знаете, они называли. И мы возвращались в каждую ситуацию, которую они называли, и мы просили прощения. И периодически, вы знаете, что когда спрашиваешь, слушай, ну прости, я как родитель была не права, и не пытаться сказать, а ты помнишь, ты сделал так? Нет, слушайте, это мы хотим достичь его, наших детей, мы хотим, чтобы исцеление пришло. И периодически, вот даже сын уже женился, и я говорю, Ромчик, ты помнишь? Я говорю, есть у тебя еще что-то, что осталось, вот еще с детства такое? Я говорю, почему это важно? Потому что, помните, мы вначале говорили, что когда ребенка, ну, когда ребенок спасен, он спасается на всю жизнь, вся его жизнь посвящена Господу, когда взрослый, тянется шлейф, обид и ран, нанесенными родителями, и тогда нужно помочь нам, взрослым, помочь людям, разобраться с теми нестеленными вещами, которые от родителей. Поэтому некоторые не разговаривают со своими родителями, потому что они обижены на родителей, но на родителей, если знать Писание, нельзя обижаться, их нужно почитать, их нужно уважать за то, что когда ты не мог, ты плакал, когда тебя мама кормила, купала, одевала, были моменты, когда она же не оставила тебя на улице, папа тебя не оставила, она не кормила, поэтому это почтение, это обязаны мы дать родителям, и поэтому принимать их такими, как есть, и почитать, и Господь будет сам делать исцеление, но нужно возвращаться опять-таки к этим вопросам. поэтому если у вас есть дети, не бойтесь просить прощения, не бойтесь спрашивать их о том, потому что я знаю, это неприятно, это цепляет самолюбие, я не знаю, я как женщина, меня это цепляет, но не хочется, хочется быть совершенной мамой, да, а тут ты понимаешь, я несовершенная, а для отцов, мне кажется, еще сложнее, а потому что отцы, они такие, все должны делать правильно, поэтому пусть Господь вам даст мудрости, потому что чем смиреннее мы будем перед детьми, тем они лучше будут. Перерыв. Продолжение следует... Продолжение следует...